Добрый день! Позвольте представить вам работу под названием «Использование радарных данных сентября-1 для идентификации талок и мордовых почв в районе Салихарда и Тикси в 2017-2018 годах». Более 65% территории России заняты вечной мертвотой, и её изучение прежде всего связано с наземными измерениями глубины промерзания и оттаяния почвы. Дистанционное исследование мёрзлых талых почв появилось только где-то с начала 90-х годов с помощью радиометров и радаров с синтезом апертуры. Причём последние сенсоры обладают значительным преимуществом перед радиометром вследствие высокого пространственного разрешения и независимости от световых и погодных условий. Но сигнал радара проникает на глубину морзлой почвы всего нескольких сантиметров. Поэтому об исследовании дистанционной почвы можно говорить только об исследовании приповерхностного слоя почвы. Сигнал радара прежде всего зависит от дилектрической проницаемости почвы, которая напрямую связана с содержанием в ней воды и льда. При замерзании части воды в почве происходит очень резкое изменение её дилектрической проницаемости. Поскольку известно, что в жидкой воде значение ДП порядка 80, для льда значение дилектрической проницаемости порядка тройки, что сходно с дилектрической проницаемостью сухой почвы. И поэтому при появлении процесса замерзания или оттаяния почвы происходит резкий скачок дилектрической проницаемости в почве, на чём и будет основана идентификация талых мёрзлых почв с помощью радарных данных. Целью работы является идентификация талых мёрзлых почв приповерхностном слое и создание локальных карт мёрзлых талых почв на исследуемых территориях в районе Салихарда и Текси с использованием радарных данных сентинер-1. Очень плохо видно, скажем так, но все равно. Районы исследования. Прежде всего, первое – это Салихард. Здесь показано спутниковое изображение Салихарда. Прежде всего, надо сказать, что это единственный город в нашей стране, который расположен на Северном полярном круге. Здесь написано «широта». Какая широта? Он располагается, город, на берегу реки Полуй, которая впадает в ОПС, в свою очередь впадает в Карское море. Здесь более крупный снимок Салихарда. Здесь аэропорт, аэродром. Ещё раз снимок Салихарда, аэродром. Районное положение Салихарда относится к зоне прерывства, распространением морзовых грунтов. Среднегодовая температура воздуха – минус 6,4 градуса Цельсия. Абсолютный минимум температуры – минус 54 градуса. Тикси – это посёлок городского типа в республике Саха-Якутия. Находится за полярным кругом. Широта 71,6 градуса в северной широте. Он находится в бухте Тикси. Это дельта Лены. Более крупная бухта Тикси. И вот сам посёлок, его аэропорт, картинка посёлка. Здесь среднегодовая, вернее сказать, абсолютный минимум температуры несколько выше, чем в Салихарде. Но интересно здесь то, что в апреле в Тикси самая низкая среднемесячная температура в России. Она составляет минус 27,6 градуса Цельсия. Это в апреле. Такая температура была в шестом году. И район относится к зоне многолетней мерзлоты. Исходные радарные данные. Здесь показан спутник Сентинель. Используются радарные данные Сентинельские. Длина волны 5,4 сантиметра. Две поляризации, согласованная ВВ и кросс-поляризация. Простанция разрешения порядка 20 метров. Работа осуществлялась с помощью... Да, данные находятся в открытом доступе. И очень ценно, что второй из аппаратов Сентинельских снимает сейчас северные территории нашей страны. Ничего не было с первым аппаратом. Там не было такой систематической съемки с периодичностью в 12 дней. Работа с изображениями сентинельскими осуществлялась с помощью, опять же, в открытом доступе программы S1 Toolbox и позднее SNAB. Предварительная обработка данных включала в себя выделение фрагмента с исследованной территорией, поскольку исходные картинки с объемом больше гигабайта. И второй момент проведения радиометрической калибровки. В таблице показано, сколько было обработано для каждой территории сеансов съемки. Для одной территории 35 сеансов было обработано, для другой 39 углы обзора. И период, который был взят для исследования территории, это с февраля 2017 по июнь этого года. Теперь, значит, непосредственно к тому, что мы получаем по радарным данным. Здесь, опять же, показано, это уже аэроэволюционное изображение, не спутнику аэроэволюционного изображения Салихарда, город, аэропорт. Почему я акцентирую это место? Поскольку именно здесь был взят тестовый участок вблизи аэропорта. И построен коэффициент обратного рассеяния для среднего значения его по профилю. Опять же, тут ничего не видно, тут красная линия показана. И показаны изменения коэффициента обратного рассеяния за практически полуторагодовой период, о котором говорилось ниже. Выше. Так, и здесь показано измерение температуры воздуха по данным rp5.ru. За этот же период времени еще температура бралась на момент пролета аппарата над исследуемой территорией. Визуально можно обратить внимание на то, что графики коррелируют. То есть коэффициент обратного рассеяния коррелирует с температурой воздуха. Ну, аналогичные графики были построены для Тикси. Это реакционное изображение. Вот сама бухта. Так, и опять же, тестовый участок тоже был взят вблизи аэропорта Тикси. Построены графики коэффициента обратного рассеяния и температуры воздуха за где-то полуторагодичный период. И, как видим, не только здесь есть визуальная корреляция коэффициента обратного рассеяния с температурой воздуха. Но, если при подсчете коэффициента корреляции спирмана для этих территорий, между коэффициентом обратного рассеяния и температурой, получены достаточно хорошие коэффициент корреляции 0,58 и 0,7, соответственно, для согласованной корреспорализации для Салихата и несколько меньше для Тикси. А еще следует сказать, что средняя температура воздуха для этого времени с 2017 по 2017 год для Тикси на 7 градусов ниже, чем для Салихата. Составляет минус 11, там с чем-то градусов. Ну, теперь, что мы можем все-таки получить, исследуя приповерхностный слой талой и морзлой почвы с помощью радарных данных. Первый момент, значит, определение состояния мёрзлой талой почвы по многовременным радарным данным. Здесь вот показан некоторый пример, на какую глубину проникает волна сентинеревская, 5,4 сантиметров, в мёрзлую почву с действительной частью диалектической проникаемости 5,5 и мнимой частью от 0,1 до 0,5. Так вот, глубина проникновения где-то порядка от 3 до 6 сантиметров. Каким образом, значит, прежде всего сигнал радара реагирует на что? Он реагирует на диалектическую проницаемость поверхности. Как меняется эта диалектическая проницаемость в зависимости от температуры, и особенно при переходе к отрицательным температурам, это было показано, прежде всего, теоретически. В 80-х годах Добсон показал изменение ДП почвы в зависимости от положительных температур, как меняется положительная, и обобщены его формулы Зангом на отрицательные температуры. И было показано, что для всех типов почвы, для всех частот от С до КО диапазона происходит резкое изменение ДП почвы при падении температуры почвы ниже 0 градусов. И при этом переход, перепад клецинтообратного рассеяния уже был получен экспериментально, составляет порядка 3,5 дБ при таком скачке диалектической проницаемости. Именно на этом и основывается метод идентификации талокиморфлых почв по данным данным. На данном графике показаны как раз те самые перепады при оттаивании и замерзании почвы перепады коэффициента обратного рассеяния, в цибелах. Мы видим, что эти значения достаточно высокие, 4 и выше. Причем по этим скачкам первое, что можно определить, можно определить начало процесса замерзания и оттаивания почвы. И чем чаще происходит съемка радаром в исследуемой территории, тем более точно мы можем предсказать по перепадам коэффициента обратного рассеяния, когда же начинается процесс оттаивания или замерзания почвы. И численное значение перепадов коэффициента обратного рассеяния несподсчитано и показано, что составляет, скажем, для согласованной поляризации до 4-6 децебелов, для кросс-поляризации до 3-6 децебелов, это при оттаивании и замерзании несколько меньше. Какие изменения директорической проницаемости происходят, которые приводят к таким скачкам коэффициента обратного рассеяния? Это можно оценить, используя, например, модель Дюбуа, модель, связанная с зависимостью, я скажу, здесь у него формулы связи Сигма-0, коэффициент обратного рассеяния, с параметрами, как почвы, здесь действительная часть директорической проницаемости, и КС с шероховатостью поверхности, и с параметрами самого радара, угла обзора, и длиной волны. Так вот, если же рассмотреть два соседних сеанса съемки, в данном случае для сентимелия это 12 дней повторной сеансы, считая, что за это время КС не меняется, то есть нормализованная шероховатость поверхности, то получим вот такое выражение для того, как меняется, какой происходит скачок скачок директорической проницаемости почвы при прохождении температуры через ноль. И вот было получено, что скачки порядка 15 при оттаивании для Тикси несколько меньше, при замерзании порядка 5. То есть именно такие скачки директорической проницаемости приводят к показанным здесь скачкам коэффициент обратного рассеяния. Следующий момент. Определение состояния мёрзлых почв по фактору состояния поверхности и пороговому значению сегмунгольд. Здесь используется формула, приведённая в работе Миронова-Музалевского связи некого коэффициента, который они обозвали фактор состояния поверхности с коэффициентом обратного рассеяния, где сегмунгольд оттет и текущее его значение, сегмунгольд лето среднее значение за лето и среднее значение за зиму. Этими авторами утверждается, что сезонные вариации вот этой величины СПФ факторы состояния поверхности сильно коррелируют с сезонными вариациями температуры почвы. И это значение СПФ становится отрицательным при температуре той почвы ниже миллиоградуса. То есть верхний слой почвы можно классифицировать как замёрзшим, если вот это СПФ проходит через ноль и становится отрицательным. На графиках показаны вычисленные по данной формуле значения СПФ для обеих территорий и моменты прохождения в том случае, когда СПФ обращается в ноль, переходит на отрицательное значение, значит, вот эту величину сегма-0 Т обзовём порогом. То есть если сегма-0 больше порога, то почва не замёрзшая, если сегма-0 меньше порога, почва замёрзшая. Значения пороговых сегма-0 показаны здесь, для обеих поляризаций и двух территорий. Что позволяет сделать знание вот этого порогового значения сегма-0. Если сделать такую кодировку, что сегма-0 меньше порогового синий цвет, больше порогового значения жёлтый цвет, то можно построить локальные карты мёрзлых талых почв в окрестности рассматриваемого тестового участка. Локальные карты. Вот здесь для текста например показано изменение областей синим цветом значительное его уменьшение при оттаивании почвы, это разница в датах 12 дней, 7 июня и 19 июня, две соседних даты съёмки, то есть в значительной мере почва оттаила. Ну и соответственно при замерзании тоже видим, что увеличение синего цвета, то есть областей замёрзшей почвы за 12 дней с 11 сентября и через 12 дней до 23 сентября. Аналогичные карты показаны для сельхарда. И что ещё можно использовать? Ещё для определения состояния мёрзлых почв можно использовать текстурные признаки. В данной работе использованы текстурные признаки хоралика, три из них. Контраст закадерно-красным цветом энтропия зелёным и синим цветом обратный момент. Так вот, если сравнить, здесь построены картинки текстурные для сельхарда, если сравнить их с предыдущим графиком, то можно обратить внимание на то, что области синим цветом, которые идентифицируют замёрзшую почву, весьма близки к областям, которые показывают на данной картинке обратный момент, то есть текстурный признак обратный момент можно использовать как индикатор замёрзшей оттаившей почвы. И последнее, о чём я хочу сказать, это не связано уже с использованием радарных данных, а связано с моделями, которые определяют глубину промерзания почвы. Моделей много, это численные аналитические модели, полуэмпирические модели и так далее. Так вот, в том числе, например, модель Стефана, которая в настоящее время очень широко используется, но эти модели, как правило, связаны с достаточно большим количеством входных данных, которые не всегда доступны или затратны для получения. И у ряда авторов возникает желание, попытки как-то упростить это, как-то уменьшить количество входных данных, чтобы получить аккуратные результаты. Вот, в частности, вот эти авторы рассмотрели точность предсказания вот здесь трех моделей, и ни одна из этих моделей не дает аккуратных результатов. И они предложили свою модель, такую же, которая использует только две температуры воздуха в сутки, максимальную и минимальную. Значит, и построили эту модель для двух типов почв, длинистой, песчаной, на базе измеренных значений глубин промерзания в 10-11 годах в штате Мичиган. Вот эти формулы показаны, глубина промерзания через некую величину ЦФИ. А ЦФИ это не что иное, как среднее значение минимальной и максимальной температуры за сутки. Естественно, суммирование. Если найти максимум и минимум вот этой ЦФИ, то по разности максимума и минимума можно найти некую величину АФИ, называемую ЭФРезен индекс, которая характеризует максимальную глубину промерзания и оттаяния почвы. И вот эта величина АФИ построена, показана на двух этих графиках, для двух территорий Текси и Саликарда, начиная с 2012 по 2018 год. То есть что можно сказать по этим графикам? Поскольку величина АФИ является характеристикой характеризует максимальную глубину промерзания и оттаяния почвы, то для Текси мы получаем, что эта величина с 2012 по 2018 год значительно выше находится, имеет более высокие значения, то есть из этого следует, что глубина промерзания для Текси значительно больше, чем для Саликарда. Это первое. И второе, что касается оттаивания, то здесь мы видим для Текси график находится намного ниже, чем для Саликарда, то есть глубина оттаивания почвы для Текси значительно меньше, чем для Саликарда. Второе, что здесь можно сказать, хотелось бы узнать, есть ли какой-то тренд по значениям, промерзает ли почва с годами больше или же оттаивает она больше. Тренда по вот этим графикам не удалось никакого не обнаружить, поскольку коэффициент детерминации очень низкий. Ну и вот в конце можно отметить три момента, что многовременные ротарные данные позволяют определить начало процесса замерзания оттаивания почвы при поверхностном слое почвы по максимальным перепадам значения Сигма-0, которые составляют для периода 17-го года для Саликарда и Текси до 4-6 дБ при оттаивании и до 3-7 дБ при замерзании верхнего слоя почвы, что соответствует изменениям ДП почвы до 15 единиц при оттаянии до 5 единиц при замерзании на основании модели. Далее, найденные по радарным данным пороговые значения Сигма-0, при которых температура верхнего слоя почвы опускается ниже нуля, позволили построить локальные карты и мордотовую почву в районе исследований тестовых участков. И последнее, построенные графики Афи, характеризующие максимальную глубину промерзания и оттаяния почвы за период 2012-2018 годов по архиву данным температура воздуха не выявили значительного тренда. Спасибо.